Почему приехал Суровикин впервые после мятежа Вагнера, появился на публике, ну помимо вот этих фоток, с женой в Алжире его обнаружили, поехал он не один, а с целой делегацией Министерства Агрессии Российской Федерации, да, какова причина? Он умеет выплывать из самых неожиданных ситуаций, очень коротко напомню, что человек, колонна которого раздавила трех защитников Белого дома во время КЧП, что позволило ему в конечном счете добиться личного прощения Ельцина и взлет его военной карьеры. И так многократно с ним происходили такие метафорфоны. Я думаю, что Суровикин, обладая этим невероятным талантом выплывать из стремнины, еще покажет себя каким-то образом неожиданным. А что Алжир может дать Российской Федерации или ничего? Да мне кажется, просто его надо было показать где-нибудь, только подальше от российских камер, чтобы, не дай бог, его никто не спросил, что с ним было и где он сейчас находится. Поэтому выбрали Алжир. С таким успехом могли выбрать, в принципе, Антарктида. Или дипфейк. Все одинаково было бы хорошо. Зачем Суровикин ехать в Алжир, я не знаю. Позлить французов только разу. Ну, в общем, не для чего. А если бы Суровикин поехал в ЦАР, это был бы номер. Это мы тогда сказали, что Суровикин поехал брать под контроль, забирать наследство Пригожина. А поскольку Суровикин уехал не в ЦАР, а в Алжир, я думаю, что это просто подальше от возможности ему задать вопросы. О поводу наследства Пригожина в двух словах скажу. Не буду сейчас об этом рассказывать. Но посоветую очень на самой главной странице для инсайдера огромный, классный разбор того, что происходит прямо сейчас и что будет дальше с империей Пригожиной. Правда, дико интересно. Очень рекомендую всем, кто интересуется, что будет с этими людьми потом. Оно уже сейчас началось от передела бизнеса до передела военной составляющей, военной компоненты. Мы за этим внимательно следим, пишем и будем писать дальше, конечно. И про Кадырова все очень забавно. Мы никто не знаем, что с ним происходит на самом деле. Но слухи о том, что с ним что-то не в порядке, идут очень-очень давно. Прямо давно. Я эти слухи слышал многократно от разных самых людей. Притом из окружения Кадырова даже. Не говоря уж о том, что среди его оппонентов. Они все, к сожалению, не подтверждены. И те люди, которые эти слухи передавали, тоже всегда говорили, что они не подтверждены. До конца трудно подсказать. Это просто такой коллективный, бессознательный сеченского народа. Мечтает, чтобы Кадыров поскорее умер. Или что-то на самом деле происходит, скорее всего, когда такое количество слухов, такое компактное, связанное между собой всякими отношениями среди, как среда чеченцев, естественно, имеют под собой какую-то основу. Но стопроцентного знания у нас нет. Что мы знаем? Что Кадыров стал выглядеть хуже. Спустя, ну, некоторое время назад, примерно уже с два года назад, он начал увеличивать себя в весе, там выглядеть болезненно, опухшим, таким еще, еще, еще. Поползли слухи в его среде, что он болен онкологией. Они ничем не подтверждены. Но они многократно были повторены разными-разными-разными людьми, в отличие от Путина. Потому что с Путиным была такая история, что проследить врачей швейцарских, которые лечили Путина от онкологии, удалось. Это сделал издание проект. Эти слухи, они подтвердили, что Путин болел из лечимой формы рака и, скорее всего, и излечился, но действительно проходил какую-то терапию. В случае с Кадыровым эта ситуация неподтверждаемая. Мы знаем о том, что есть слухи о том, что он летал на лечение в Израиле. Мы знаем, что слухи есть о том, что он болен или болел раком и другими заболеваниями, о том, что он употребляет наркотики, и это спровоцировало в том числе это заболевание. Это все слухи, это все неподтвержденные данные. Это то, что говорят люди. И мы знаем, что последние новости о том, что он попал в кому, среди, вот сейчас важный момент, новости эти о том, что якобы Кадыров попал в кому, среди его оппонентов, которые находятся за границей, которые искренне ненавидят и мечтают, чтобы он не только в кому попал, но и умер, они все говорят, что никакого подтверждения документального этим фактом нет. Не знают они, никто им не может подтвердить, что это правда. Слышал ли он звон, но может оказаться мистификацией. Во-первых, он может исчезнуть, потому что отправился опять же на лечение. И поползли слухи, поэтому его нет в открытом пространстве. Может, еще по каким-то причинам. Но сказать точно мы с тобой, к сожалению, это не можем. Можем мы только сказать одно, что чеченское общество очень ждет, когда это случится. Потому какие люди и как обсуждают то, что с ним происходит, можно предположить, что мало людей в Чечне, кроме тех, кто непосредственно повязан с ним, тысячи людей, которые повязаны с ним кровью, мало людей в Чечне, которые ждут, что он будет жить долго. Другой вопрос, что будет в Чечне после того, как это случится с ним, или что-то еще. Потому что это вопрос вообще очень отдельный. Там начнется большой передел. Будет ли это влага, например, Украины, этот передел вместился в мятицу и хаоса, или наоборот, это я тебе сказать не могу. Потому что все зависит от того, кто будет тем человеком, который будет в итоге назначен или сможет захватить и стать преемником.